всем привет здесь кевин рафаэль я записываю это видео потому что несколько дней назад в мире искусственного интеллекта произошло что-то огромное о чем мне просто нужно вам рассказать это настолько значительно что мне пришлось поставить на паузу абсолютно все проекты которыми я занимался чтобы углубиться и узнать что происходит и так когда мы говорим об искусственном интеллекте для тех кто не в теме и это искусственный интеллект и это действительно поляризованная тема знаете одна из вещей которую многие люди любят вы и это автокоррекция серия которую мы имеем от apple или алекса от amazon но многие люди видят в и и проблему особенно в этом году в 2033 в индустрии развлечений произошли два крупных забастовки в центре которых был искусственный интеллект это были забастовки писателей и актеров в северной америке хорошо что обе эти забастовки уже закончились но студиям пришлось заключать сделки и договоры с авторами и актерами чтобы двигаться вперед преодолевая новые условия и новые соглашения и продолжать работу в развлекательной индустрии мой наставник доктор бакен грин всегда использовал apple в качестве примера для демонстрации возможностей связанных с и и это что произошло буквально на мероприятии game changer было по существу копированием того что делает apple чтобы вы поняли насколько значительным было это событие game changer я проделаю небольшой экскурс в историю apple чтобы вы поняли что происходит с начала двухтысячных apple всегда была известна как компьютерная компания а также производитель ipod небольших устройств которые позволяли буквально носить с собой музыку вместо в окмен но в 2007 году они выпустили свой первый iphone я не знаю слышали ли вы когда-нибудь об айфоне но он оказался очень успешным для apple чтобы сделать свой iphone особенным по сравнению с конкурентами они попросили компьютерные фирмы работать на них таким образом они могли создать инструменты которыми люди использующие iphone смогут пользоваться каждый день и эти инструменты приложения чтобы рассказать вам насколько успешно apple работает с этими приложениями позвольте мне немного привести вас в курс дела по прошлому году в 2022 году apple заплатила тем компьютерным фирмам которых также называют разработчиками 1 триллион и 100 миллиардов долларов позвольте мне перефразировать это чтобы вы поняли в прошлом году в 2022 apple выплатила компьютерным подразделениям известным как разработчики 1 триллион и 100 миллиардов долларов исходя из их дохода который они получили от своих приложений подумайте об этом это безумно и так есть некая компания не уверен слышали ли вы а open ai или нет open ai это компания которая создала чат gpt в начале ноября open ai провела конференцию со своими разработчиками смотрите вот это слово снова разработчики так вот генеральный директор open ai говорил в основном обо всех достижениях open ai за год о предстоящих проектах и всем прочим и вместе с этими предстоящими проектами генеральный директор поделился двумя маленькими инсайдами первое заключается в том что они разрешат людям создавать свои собственные версии приложений которые они называют gpt не напоминает ли вам это что-то из другой компании имя который звучит как название фрукта вот и первое того и моменты катру этот же генеральный сректор а байгал на ата конференции заключается в том что конца ноября с в эту секс тра тага ката аппана сапустыцвэс апсталэй макасэс капта напоминает ли вам это какую-нибудь другую компанию которая тоже звучит как название фрукта в общем open ai скопировала стратегию apple потому что благодаря стратегии apple о которой я вам ранее говорил они заработали немного денег в прошлом в 2022 году и разработчики тоже заработали немного денег в 2022 году и так если кажется что то что я вам рассказываю недостаточно важно у меня для вас есть еще кое-что чтобы создать две g5 все что нужно сделать людям это умение использовать парную версию чат g5 open ai и они смогут создавать свои собственные g5 теперь если я вернусь к apple apple просила компьютерных специалистов работать на них так что если вы не специалист в области компьютерных технологий у вас не было такой возможности в 2007 году а теперь перенесемся на 16 лет вперед open ai предлагает людям создать свою собственную версию приложения для open ai g5 и вам даже не нужно знать как кодировать вам просто нужно уметь взаимодействовать чтобы использовать чат g5 на своем родном языке подумайте об этом это безумие теперь представьте какие возможности откроются людям если они смогут создавать свои собственные g5 и open ai поделиться своими доходами с создателями g5 теперь я не обещаю что в первый день открытия магазина g5 люди создающие g5 будут ожидать больших денег так же как это было с разработчиками apple прошлом году я этого не говорю но никто не может использовать оправдание типа у меня нет обучения для этого я не знаю как кодировать на компьютере вам это не нужно вау 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 так как я вам уже говорил в начале этого видео мне буквально пришлось приостановить все свои проекты мне пришлось так сказать провести мозговой штурм на предмет того чем я занимался прошлом в различных проектах и компаниях и я делал это вместе со своей женой и дочерью и в результате у меня получился один g5 который я рад сообщить работает как виртуальный репетитор по математике я собираюсь показать вам видео в следующих роликах расскажу больше о различных g5 которые я разрабатываю и о том как люди могут их использовать и первым будет мой виртуальный репетитор по математике которого я называю волшебная математика g5 и так подводя итог тому о чем я говорил с вами в этом видео искусственный интеллект весьма спорный вопрос многим он нравится многие не любят его многие рады что он существует многие его боятся и это была основная причина по которой в две тысячи двадцать третьем году произошли две забастовки в индустрии развлечений а теперь о том почему и важен для этого видео начиная с момента запуска iphone apple просила компьютерные центры работать с ними чтобы они могли создавать приложения в итоге они запустили свой магазин приложений эти приложения и магазин приложений оказались очень выгодными для apple и для разработчиков потому что в прошлом году в две тысячи двадцать втором apple заплатила разработчикам 1 триллион и сто миллиардов долларов от этого спасибо большое так вот open ai понимает если это управляющая ролика работает зачем ее исправлять поэтому они по сути взяли стратегию apple скопировали и использовали свою версию этой стратегии объявив пару дней назад что они позволят людям создавать свои собственные версии приложений open ai g5 который они запустят к концу ноября две тысячи двадцать третьего года в их магазинах g5 но это не гарантирует что open ai заплатит людям создающим свои собственные версии g5 1 триллион и 100 миллиардов долларов или что-то близкое к этому вовсе нет но тот факт что для создания g5 вам просто нужно иметь возможность использовать платную версию этого g5 и вам не нужно уметь программировать для создания этих приложений в отличие от того что сделала apple это просто безумие и возможности и потенциал в этом безграничны итак у меня к вам вопрос что вы собираетесь с этим делать что вы создадите теперь вам не о чем отмазываться вам просто нужна плотная версия этого g5 чтобы создать g5 вы не можете сказать что у вас нет подготовки вы не можете сказать что у вас нет знаний многие люди имеют множество ярких идей не имея при этом никакого обучения это ваша возможность прямо здесь теперь напишите свои идеи в раздел комментариев и давайте поделимся обсуждением того что мы будем делать с этой возможностью которую предлагает нам open ai я прошу вас поставить лайк этому видео поделиться им с людьми вокруг вас которым это может быть интересно и подписаться на мой канал на youtube потому что в следующих видео я буду обсуждать различные g5 над которыми я работал и делиться этим с вами вот и все от меня я хотел бы поблагодарить вас за то что нашли время посмотреть это видео со мной 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 это видео со мной